Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Когда будущему шахматному гроссмейстеру Тарашу было 6 лет, он захотел доказать своему учителю, что уже научился писать, и принес ему исписанную грифельную доску. Учитель в недоумении посмотрел на нее, прекрасно, мой мальчик, но что ж тут написано? Ребенок ответил, первый вариант испанской партии из учебника. В 1914 году на турнире в Петербурге 72-летний Блэкберн выиграл партию у 60-летнего Гунсберга. После окончания партии победитель заметил, вы еще слишком молоды, чтобы играть со мной. На одном из турниров Александр Алехин отложил партию в сложном для себя положении. На следующее утро противник Алехина с гордостью демонстрировал гроссмейстеру Тартаковеру победные варианты. Затем он спросил, а как по-вашему, кто выиграет эту партию? Тартаковер, не задумываясь, ответил, Алехин. Мастер удивился, как же так, ведь моя позиция значительно лучше. Тартаковер объяснил, вы ведь не спрашивали, чья позиция лучше, а хотели узнать, кто выиграет. Алехин при доигрывании победил. Когда гроссмейстер Земеш проводил сеанс одновременной игры вслепую, одна пожилая дама в зале долго и пристально наблюдала за ним. Потом она обратилась к организаторам сеанса. Вас обманывают. Он вовсе не слепой. Он все видит. На турнире в Варне в 1962 году одна дама обратилась к Роберту Фишеру с просьбой дать ей автограф. Фишер поставил свою подпись такими крупными буквами, что занял почти весь лист бумаги. Обескураженная дама спросила, а где же место для других автографов? На это молодой Фишер ответил, ерунда, все остальные автографы ничего не стоят.